1 апреля начальник управления полиции города совместно с заместителем начальника и руководителями служб и отделов провели личный прием граждан. Одна из жительниц, пришедших на встречу, рассказала о личном горе и попросила помощи. Дело в том, что ее сын стал наркоманом еще в 90-е годы. С того времени он несколько раз проходил реабилитацию, в том числе в зарубежной клинике. Однако 12 лет назад он вернулся в родной дом и не смог противостоять зависимости. И я хотела, ну пришла уже к начальнику, чтобы как-то решить этот вопрос, можно или нет, направить его на лечение в Саране или в какие-то организации такие, которые требуют длительного лечения. Я ему помогаю. Все 12 лет, вот три раза я его сдавала в наркологию, я его лечила. Очень, ну как бы, лечила. Мы с ним и сами вместе лечились. Ну как вместе я ему помогала, он хотел, но он так и не мог бросить. А сейчас все хуже, хуже и хуже. То, что он уже на последней, мне кажется, стадии такой. Начальник восточного отдела полиции Ерлан Садыбеков ответил на просьбу о помощи. Сотрудники проведут медосмотр наркозависимого. В случае, если медицинское заключение покажет, что мужчине необходимо лечение, его госпитализируют в спеццентр. Вы сами понимаете, да? Мы вместе с ним пойдем анализ сдавать, медосводы проходить. Это определенный период времени. После этого мы направляем данный материал после получения справки, экспертизы, что он неопределенный наркоман. Мы материал направляем в административный суд, где ему определят сеть лечения на шесть месяцев или на год. Прием по стиле граждане, которые выразили благодарность сотрудникам управления полиции за добросовестную службу. Так волонтер Дмитрий отслеживал деятельность полицейских и отметил хорошие результаты. Это сразу стало заметно. Как бы везде весь руководствующий состав в отделах тоже поменялся, в управлении полиции поменялся. Сразу видно, как начали сотрудники полиции себя вести, то, что начали общаться нормально с гражданами, то, что дисциплина появляется и так далее и тому подобное. Как бы сразу заметно все. Акция «Единый день приема граждан» была внедрена в 2019 году. Начальник управления полиции Тимиртау отмечает, что с того времени мероприятие проводится каждый год с целью обеспечения обратной связи с населением, решения их проблемных вопросов и для повышения уровня доверия граждан к полиции. Если в том году 180 тяжких приступов зарегистрированы, в этом году 90 тяжких приступов зарегистрированы. Это все благодаря профилактической работы полиции в целом. Нам помогают общественники, нам помогают блогеры, помогают действительно. Проходят разного рода акции. Акция проходила с 10 утра до 6 вечера. Всего в управление полиции города обратилось около 20 тимиртаусцев.